Мы сегодня поговорим про еще двух ранних, так сказать, средневековых философов. Мы в прошлый раз говорили про Ицхака Исраэля, почитали какой-то фрагментик его текста. Сегодня поговорим еще о двоих. Это Даут Аль-Мукамес и Саадягово. Про Саадю, может быть, мы более подробно будем говорить еще и на следующих занятиях. И, может быть, читаем его основную книгу, теологическую книгу «Верование и мнений». Но если мы говорили про Исраэль, что Исраэль относится скорее к такой вот синкретической, натурфилософской школе, если ее можно назвать школой, и школой трудно назвать, да, то есть это в каком смысле начало арабской философии, какие первые ее шаги, они по необходимости были синкретическими, то есть включали в себя самые разные источники без особого разбора и не всегда различали между разными школами греческой философии. И поэтому включали в себя как бы более-менее все. И можно было бы назвать это, ну, собственно, вот название натурфилософии, наверное, лучше всего это отражает, да, то есть это какие-то научные изыскания, наука в данном случае у нас синоним философии, которые переписывались, воспроизводились и так далее. И вот Исрак Исраэль принадлежит как раз к этому периоду. В еврейской культуре он чуть запоздал, может быть, да, в арабской культуре. Это было чуть раньше, в еврейской культуре это наш 9-10 век. Ну, и еще одно направление, которое в исламской мысли оформилось, в общем-то, достаточно рано, как некое развитие такой теологической мысли, это калам. Мы про него уже говорили, слово калам означает «речь» в разных совершенно неопроявлениях. И вот эти два мыслителя, Даут Аль-Мукамис и Саадья Гаон, они находятся скорее под влиянием, более отчетливым и явным влиянием каламы, нежели, например, натурфилософские идеи какого-нибудь Алькинди и так далее. Ну, я напомню, этот у нас фейлик уже был, да, напомню. Основные вопросы, идеологические споры в исламе, которые относятся к разным проблемам, они в основном, в общем-то, являются, по сути дела, изначально они являются проблемами теологическими, то есть проблемами, которые связаны с некими положениями религии. То есть это вопрос верховной власти, это вопрос веры и отношения к человеку, который совершил тяжкий грех, это была одна из важных тем. Это проблема предопределения свободы воли, проблема о том, что такое Бог и его атрибуты, и проблема права. Вы видите, что почти все эти проблемы, они носят действительно не философский характер, то есть не связаны с изучением действительности, с изучением мира, с наукой, а связаны скорее с какими-то положениями, которые касаются веры. И Калам, как отдельно взятое направление, собственно говоря, развивает некоторые из этих тем и развивает их в сторону, которую условно можно было бы называть философской. Вот основные философско-теологические проблемы Калам, как их перечисляют в разных источниках. О Каламе, собственно говоря, мы знаем из более поздних произведений. Это, например, такой доксограф, как Аш-Шахристани, или Ибн-Халдун, который описывает, собственно говоря, что такое Калам. Это Маймонит, который мы будем читать, Рамбом, да, и его описание Калама и полемика с Каламом. Есть и сохранившиеся трактаты, принадлежащие Перу тех, кто, собственно говоря, относился к этому самому Каламу. Они, как правило, фрагментарны и не дают общую картину. Общую картину мы получаем, скорее, из более поздних источников, которые описывают, собственно говоря, вот это направление. И здесь проблемы, которые вроде бы в каком-то смысле совпадают с теми, что я перечислил выше, то есть проблемы не чисто теологическими, а с другой стороны, выходят и в область изучения мира, в область, по сути дела, в область философии. Ну, например, божественные атрибуты. Божественные атрибуты – это явно теологическая проблема. Бог един, например, да, и какие атрибуты мы ему можем приписывать, какие не можем. Основные четыре атрибута – это его всезнание, его могущество, его воля, то, что он живой. Является ли приписывание этих атрибутов противоречащим его единству или нет. То есть это вроде бы проблема теологическая. Извечность и сотворенность Корана – в общем, тоже проблема, конечно, теологическая. А вот креационизм, проблема сотворения мира или его предвечность – это уже вопрос, как бы относящийся к области философии. Понятно, что он имеет теологические следствия определенные. То есть если мир сотворен, то кем он сотворен, когда мы получаем, собственно, представление о Боге. Если мир предвечен, то нужно сложнее определять, что такое Бог. Но, тем не менее, видите, этот вопрос, он как бы оказывается на грани, между философией, если под философией понимать изучение мира, и теологией, если под теологией мы понимаем апологию религии и выяснение ее как бы основ. Кроме того, в Каламе была предложена некая концепция атомарной структуры мира. Этот атомизм Калама – это довольно обширное и интересное учение, которое некоторые исследователи связывают тоже с греческой философией, например, Демокритом, известные греческие источники, которые тоже говорят об атомах, из которых состоит мир. Некоторые исследователи считают, что в исламском мире эта теория возникла независимо от греческих источников. Но так или иначе, поскольку речь идет о структуре мира, то это вроде бы вопрос как раз науки, то есть вопрос философии. Проблема причинности и природы, является ли природа тем, что следует из какой-то первопричины или же в природе в самой наличествует принцип причинно-следственных связей, и сама природа является самодостаточной системой причинно-следственных связей. Это тоже проблема, в общем-то, скорее проблема философская. Естественно, что она имеет приложения теологические, так же, как и атомарная структура мира. То есть это атомарная структура мира. Я забегая вперед, я скажу, что она, по сути дела, дает возможность, вот эта теория атомизма Калама, она дает возможность говорить о Боге как о всемогущем. То есть если мир состоит из вот этих самых атомов, более того, и время с точки зрения вот этой атомистической теории Калама тоже состоит из атомов, то в каждый атом времени атомы мироздания как бы соединяются. Кем они соединяются? Они соединяются в Бога. Бог, собственно говоря, в каком-то смысле постоянно участвует в, так сказать, поддержке и осуществлении мироздания. И в каждое атом времени может произойти что-то другое. То есть если он соединит иначе эти атомы, то, предположим, если у меня в руке шариковая ручка, она неожиданно может превратиться в змея, как это, например, случилось с посохом Моисея и так далее. Вот такого рода явления они могли бы быть объяснены с помощью вот этой самой теории атомарной структуры мира. И, возможно, она и возникла для того, чтобы дать такого рода объяснение вот таким явлениям. И тогда, собственно, исток этой атомистической теории является не наука, то есть не задача познания мира, а задача апологии религии, то есть обоснования тех или иных религиозных доктрин. Ну, также и проблема причинности природы и так далее. Ну, и, наконец, проблема свободы воли и предопределения, она тоже является проблемой, скорее, теологической. То есть вот мы видим три из этих шести проблем. Это атомизм, причинность в природе и креационизм, которые находятся на границе между философией и теологией. А остальные три вроде бы являются чисто теологическими проблемами. Как я уже говорил, у нас есть несколько групп, которых можно отнести в исламском мире, которых можно отнести к калам. Ну, и еврейский калам, он возникает под влиянием калама Мутазелитского, который возник, может быть, раньше, чем остальные направления. Одно из таких направлений, которое как бы часто упоминается вместе с Мутазелитским каламом – это ашария, которая возникает позднее, которая является своего рода компромиссом между ортодоксальной точкой зрения, не принимающей рационализм вот этих самых теологов, и, собственно говоря, вот таким радикальным эмоционализмом и ортодоксальной мыслью. Ашария гораздо менее остро ставит те или иные вопросы, как квазифилософские, так и теологические. А Мутазелиты как раз очень радикальны. По поводу того, как, собственно говоря, возникло вот это название Мутазелита, если ашария так называется в силу того, что ашария – это лидер этого направления, это у нас где-то X век, может быть, даже XI, когда возникает вот эта самая ашария, то мутазелиты – гораздо более раннее направление. И вот есть история, которая приводит Аш-Шахристане, еще раз его упомяну, да, у нас есть его произведение о религиозных направлениях и сектах, которое является своего рода базовым для понимания того, что существовало в исламском мире, вот начиная с самого начала, да, и до X-го, начала XI веков. Он описывает там в том числе появление мутазелитов и то, как они получили такое название. Однажды имам Хасан Аль-Басри наставлял в мечети пришедших на молитвы. Еще до окончания занятия с пришедшими некоторый повернулся к нему и спросил. Сейчас в наше время появилась группа людей, которые считают совершившего серьезный грех неверующим. Видите, вот это тот самый принцип, который очень волновал исламскую мысль, да, что делать с человеком, который совершает серьезный грех. Вот некоторые считают его неверующим и признают его вне мусульманской общины, умбы. Появилась и другая группа людей. Они дают надежду на спасение, совершившего серьезный грех. Они находят, что такой грех не может унести ущерба истинно верующим. То есть действия совершенные человеком не могут рассматриваться как часть веры. Это разделение, по сути дела, веры и действия. В каком-то смысле, в скобках я замечу, что на самом деле вот этот спор, он отчасти является спором, который можно было бы свести или редуцировать к противостоянию между иудаизмом и христианством. Для иудаизма важнее всего это действие, для христианства важнее всего это вера. А поскольку ислам изначально задумывался Мухаммадом, судя по всему, как некий синтез иудаизма и христианства, вот здесь и возникает этот самый вопрос, что же, собственно говоря, важнее действия. И вот первая группа говорит, что да, если совершил серьезный грех, то значит все. А другая группа говорит, нет, вера и действия – это разные вещи. И действия не могут рассматриваться как часть веры. Они придерживаются мнения, что неверующий не совершает поклонения, точно так же и грех не может нанести ущерба тому, кто верит в Бога. И даже есть название этой группы, так считающих, Мурджииты. Я по поводу самих вот этих классификаций, которые, если кто-то из вас почитает о Шахристане, там просто невероятное количество названий самых разных направлений. Я уже говорил, по-моему, на позапрошлом занятии, что проблема такого рода типологизации или систематизации вот этих самых направлений состоит в том, что эти названия даются по решению той или иной проблемы. То есть одна из тех проблем, которые я перечислил, решается теми или иными представителями вот так-то, и их называют так-то. А другая проблема так-то, их называют так-то. И получается, что на самом деле один и тот же человек может принадлежать к пяти-шести самым разным направлениям. По этой проблеме он считает так, а по этой проблеме он считает так. То есть в этом смысле классификация вот этих самых направлений и сект, которые приводят Шахристане, она слишком как бы путанная, да, потому что я в итоге не знаю, кто есть кто, потому что у меня один и тот же человек может принадлежать к разным направлениям. Ну, неважно, это в скобках. Так вот, что, по вашему мнению, истинно, и какую из этих век следовало бы принять нам? Это вопрос, который задается и мама. И мама же был готов дать ответ на этот вопрос, когда один ученик с длинной шеей встал и сказал, тот, кто совершает великий грех, не есть ни полностью верующий, ни совершенно верующий. То есть он не полностью неверующий и несовершенно верующий. Он находится между верой и неверием. В срединном, так сказать, состоянии. И так сказав, он отправился в другой угол мечети и начал объяснять свою позицию всем желающим. Человека этого звали Васил Ибн Ата. Вы видите, годы жизни его, да, то есть это восьмой, собственно говоря, век. Имам же сказал на это Ит-Тазала Анна, что означает, он удалился от нас. И с того самого дня Васил и его последователи стали именоваться Аль-Муттазилах, Мутазилиты, удалившиеся или отколовшиеся. Это происхождение вот этого названия, Аль-Мутазилитских калам, да, собственно, переводят обычно как отделившиеся, но редко объясняют, от кого, собственно говоря, они отделились и от кого они отдалились. То есть, по сути дела, имам говорит о том, что вот это срединное состояние, да, состояние между верой и неверием, человека, который совершает серьезные прегрешения, в каком-то смысле он отрицает подобного рода концепцию, мы, правда, не знаем, как имам в итоге ответил из этого фрагмента, да, какую точку зрения он принял, действие важно, вера важна, но вот это серединное состояние он не принимает, судя по всему. А у Мутазилитов как раз это становится одним из важных их принципов. Ну и дальше я перечислю основные положения Мутазилитского калама, цитируя одного из богословов этого направления, такого Аль-Хаят, он умер в начале 9 века, видите, это ранняя очень теологическая школа. Он пишет так. Многие люди согласны с нами в отношении божественной справедливости, адл, адл – это справедливость, но признают антропоморфизм, то есть приписывают некие человеческие черты божества. Многие согласны с нами в отношении единобожия, джабариты их называют, то есть они считают, что фаталисты такие, они считают, что все предопределено, а Мутазилиты так не считают. Многие согласны с нами в отношении единобожия и божественной справедливости, но расходятся с нами в отношении божественных обещаний, имен, установлений. Никто из них не имеет права называться Мутазилитом, он пока не признает, пять основ вместе. Видите, да, то есть у нас, получается, здесь есть джабариты, которые признают полное, безусловное предопределение, то есть являются фаталистами. И, как я уже говорил, да, то есть один и тот же автор, предположим, он может быть джабаритом, а в то же время, например, может признавать божественную справедливость и каким-то боком относиться как бы к Мутазилитам. Так вот, Аль-Хаят говорит о том, что Мутазилитом настоящим можно признать только того, кто принимает все пять положений, которые являются характерными чертами Мутазилитского кала. Это единобожие, то есть Бог един, божественная справедливость, вот этот самый адл, обещание и угрозу, то есть что Бог на самом деле обещает награду и угрожает наказанию. Те, кто признают промежуточное состояние, вот то самое, да, с которого все началось, это между верой и неверием, есть промежуточное состояние между верой и неверием, и также признает повеление одобряемого и запрещение осуждаемого. То есть, по сути дела, Бог приказывает делать то, что является добром, и запрещает делать то, что является злом. То есть, помимо его обещания, награды и угрозы наказания, его повеления, они, кроме всего прочего, еще очевидным образом подчеркивают, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, по сути дела, как нужно себя вести. Вот эти пять основ являются, по словам Аль-Хаята, основой Мутазилитского кала. Давайте отметим следующее, что на самом деле в этих постулатах, так сказать, или в этих принципах нет ничего сугубо исламского, правда же. То есть, на самом деле, ну, Бог один, Бог справедлив, Бог обещает, да, Бог угрожает наказаниям, да. Ну, промежуточное состояние, предположим, такая вещь более странная, но повеление добра и запрещение делать предосудительные поступки, это тоже, как бы, совершенно естественное и нормальное представление любого монотеиста. Собственно говоря, когда я говорил о том, что Сааде Гаон совершает свою интеллектуальную, культурную революцию, да, оранжевую, которую никто, как бы, не заметил, против которой никто не возражал, то одним из, в каком-то смысле, одной из проблем, да, одной из проблем еврейской культуры того периода, то есть, вот, X век, XI век являлось то, что очень развитое на тот уже момент, да, мы видим, что, собственно говоря, вот, изилицкий калам появляется в VIII веке, и понятно, что к X веку, XI, XI веку это очень обширная, разработанная система, система теологическая. И эта теологическая система не имеет ничего специфически исламского. Любой иудей вполне может ее принять. А в иудаизме нет этой системы, да, в иудаизме нет никакой теологической системы. Ну, как бы, люди открывают, они читают же все по-арабски, да, то есть, у нас еврейская культура находится в языковом, так сказать, в языковой среде арабской, говорит на арабском языке, и спокойно может читать те, кто, в принципе, читает, умение читать в еврейской культуре, в общем, это, так сказать, массовое явление. Они могут читать эти самые трактаты и видеть, что в исламе чрезвычайно разработанная, красивая, развитая теологическая система, а в иудаизме ничего такого нет, и мы изучаем Талмуд, какие-то казусы отдельные и так далее, то есть, занимаемся тем, что в исламской культуре называется фикх, в это время, как раз, после уже завершения Талмуда, да, в арабоязычных странах, Талмуд изучают скорее, как такой юридический, что ли, документ, да, из него извлекают нормы, лоху, и получается, что нет ничего, что давало бы какую-то, ну, концептуальную рамку всему тому, что мы исповедуем, что мы, каких принципов придерживаемся и так далее. А Калам как раз это предлагает. Более того, караимы, о которых я говорил, они как раз принимают вот эту самую систему, они в ней как бы тоже как рыбы в воде ориентируются, да, и есть произведения караимских авторов, которые как раз близки по своей структуре и по своим методам, и по своим, по выражению принципов, они тоже близки Каламу. И получается, что еврейская культура в каком смысле ущерб. И поэтому Саадия Галон пишет свою книгу, книгу «Верование и мнение», которая, как мы увидим, во многом основывается на вот этих самых принципах, делает ее, так сказать, с еврейским акцентом, и получает некую теологическую систему, которая ничем не вступает вот той, что в окружающей культуре. И тогда как бы посвященным евреям, читающим евреям, интересующимся, не нужно обращаться, так сказать, к исламской теологии, они могут совершенно спокойно обратиться к книге самого Саадия Гаона и получить в каком смысле аналог вот этой теологической системы, но уже для еврейской как бы публики. По поводу вот этого самого промежуточного состояния, которое является самым непонятным состоянием между верой и неверием. Мы видели, что с этого начался вот этот зелецкий калам, и что это означает из того фрагмента, мы более-менее, может быть, и поняли. Но вот что пишет об этом промежуточном состоянии, тот же самый Аш-Шахристане, этот знаменитый доксограф. Он говорит так, «Вера представляет собой совокупность, свойств добра. Когда они соединены, человек называется верующим. Это похвальное звание. А нечестивые не соединяют в себе свойств добра и не заслуживают похвального знания, вследствие чего его не называют верующим. Но он не является также и, безусловно, неверующим, потому что с ним остаются слова исповедания веры и все прочие добрые дела. Нет основания их отвергать». То есть вот нечестивые не соединяют в себе свойств добра всех и вроде бы как его нельзя назвать полноценно верующим. То есть получается, что, так сказать, добродетель или наоборот нечестивость, она связана каким-то образом, связывается со званием верующего или неверующего. Что здесь происходит? Происходит, собственно говоря, опять вот эта самая контоминация действия и веры, действия из иудаизма, а вера из христианства, в иудаизме, в халмадическом иудаизме нет. Требования веры и, собственно говоря, догматики веры в иудаизме. Догматика возникает, может быть, полноценная только в произведениях Рамбома, Маймонида, о котором мы будем говорить. А в христианстве, естественно, что догматика является, догматика как принципы веры, так как кредо, которая является краевольным камнем. Она является изначально чрезвычайно важным. И вот здесь, как о шахристане пишут, происходит в каком-то смысле слияние этих самых терминов. То есть добродетельные – это верующие, а нечестивые – это неверующие. Но как раз мутазелиты и говорят о том, что нельзя этого нечестивца считать, безусловно, неверующим. Потому что он может, например, высказать Аллах Албар, то есть Бог один, признать Бога, и тогда у него есть исповедание веры. Ну и какие-то добрые дела, может быть, он тоже совершает. И тем самым он не может быть отвергнут и считаться человеком, не принадлежащим умме, то есть вот этой самой мусульманской общине. Однако, если он ушел из этого мира с тяжелым грехом, без раскаяния, то он будет в числе вечно пребывающих в аду, поскольку в загробной жизни есть только две категории людей. Одна, которая в раю, и другая, которая в аду. Но тяжесть наказания будет ему преуменьшена, и его ступень будет выше ступени неверующих. То есть есть вообще неверующие, отвергающие веру, а есть те, кто, по крайней мере, на словах его признают и совершают какие-то отдельные добрые дела, хотя и грехов у них тоже предостаточно. И вот статус этих людей с точки зрения мутазелитов, потому что Аш-Шахристане пишут это не о себе, как раз о мутазелитском каламе, с их точки зрения статус таких людей отличается от статуса неверующих. Ну, прежде чем мы перейдем к произведению Дауда Аль-Мукамиса, здесь кто-то писал, что, да, вот Наталья пишет, я поняла, что мы идем по книге антологии еврейской средневековой философии. Отчасти да, то есть мы, крайней мере, те фрагменты, которые мы читали из Исраэля, и сейчас прочитаем из Аль-Мукамиса, они действительно находятся в этой самой антологии. Она, по-моему, есть в сети, поэтому, если кому-то это интересно, вы можете легко ее скачать. Но в дальнейшем мы будем как бы читать тексты, которые не вошли в эту самую антологию. Ну, таких авторов, как Саади, например, или тот же Маймонит. Там есть фрагменты из «Путеводителей растерянных» и из книги «Верование и мнение», но мы, возможно, ими не ограничимся, будем читать и какие-то другие отрывки. Вот прежде чем мы перейдем к Аль-Мукамису, я хочу сказать несколько слов о самом методе Калама. То есть метод Калама – это метод, который условно можно назвать методом аналогии или методом диалектики, если иметь в виду Аристотеля. У Аристотеля в его логическом каноне есть ряд, можно так сказать, сфер. То есть логика представляет из себя разные типы построения силогизма. Есть силогизмы аподектические, например, а есть силогизмы диалектические. Диалектикой Аристотель называет искусство вопросов и ответов. И если аподектические силогизмы, они основываются на истинных посылках и правилах вывода определенных, то диалектические силогизмы, они основываются на посылках, истинность которых вероятна. Она не доказана, она не очевидна, она лишь вероятна. Но за счет того, что она вероятна, есть иной способ построения силогизма, иной способ вести, так сказать, разговор. И когда Калам называют Каламом, то часто имеют в виду не просто речь, а речь именно как искусство, задавать вопросы, отвечать на них, давать какие-то ответы. Некоторые авторы так и называют представителей Калама диалектиками. А на иврите, например, их называют меддобрим, то есть говорящие, разговаривающие. Так вот, этот самый разговор, который ведут мутакалемы, то есть представители Калама, этот разговор построен на определенных принципах, на определенных правилах, и является сугубо рационалистическим. То есть разум для представителей Калама является в таком смысле источником знания, не меньшим, по крайней мере, чем откровения. И трактаты представителей Калама, они построены именно таким образом, когда задается некая проблема, формулируется некая проблема, и ставится ряд вопросов, проблематизирующих эту проблему, а потом даются ответы, то есть где опровергаются различные точки зрения, и в конце концов рисуется та точка зрения, которая является истиной. То есть вот этот метод, метод, так сказать, систематического перечисления возможных ответов и их опровержения, опровержения, которое основано как раз на разуме, является для представителей Калама чрезвычайно важным. То есть возражение, например, ортодоксальной части ислама против мутазелитского, в частности, Калама, как раз и состояло в том, что они, если совсем находить корень этой полемики, то он коренится, этот корень коренится, извиняюсь за тавтологию, он лежит как раз в этой области, когда разум признается едва ли не более важным источником знания, нежели откровение, и когда с помощью разума решаются все вопросы, которые касаются, в том числе, как мы видели, теологически каких-то важных проблем. Так вот, именно этим методом мы его хорошо видим в произведении Дауда Аль-Мукамеса, о котором я уже говорил. Дауда Аль-Мукамес, который, по-видимому, преднимал христианство на определенном этапе, потом вернулся в аудаизм и критиковал христианство. И, как я уже говорил, что, возможно, сам Калан, то есть само вот это направление рационистической теологии, оно, возможно, то, что оно типологически похоже на апологию отцов церкви, это очевидно, то есть это примерно то же самое, что Святое Отечество, так называемое, то есть отцы церкви занимались апологией христианства, а представители Калана занимаются апологией ислама. И действуют они тоже с помощью тех же методов, методов, которые являются методами рационалистическими, то есть взятыми в каком смысле у философии. Хотя философией они не являются, поскольку они исследуют мир, но методы, которые они применяют, они являются методами философского рассуждения. Так вот, Даут Аль-Макамис в его произведении, которое до нас дошло и которое было восстановлено сравнительно недавно, и условное его название это 20 глав, он пишет следующее. Давайте прочтем маленький отрывок и его проанализируем, и мы увидим, как рассуждает, собственно, Аль-Макамис. Ну вот он говорит, что человек путешествует по пустыне, предположим, и замечает некий силуэт вдалеке, но он не знает, что это. Потом он приближается, и ему становится очевидным, что это дерево. Однако он не знает, какое это дерево, хотя он подходит еще ближе и осознает, что это, например, лотосовое дерево. И, наконец, он понимает, что оно посажено там, чтобы прохожий мог укрыться в его тени. Таковы, как мы считаем, четыре аспекта, которые должны присутствовать в исследовании истинной сути вещей. Ну и дальше он строит табличку, у него все время его рассуждения, он дополняет такими таблицами. То есть, по сути дела, исследование, видите, исследование здесь, это исследование мира. То есть, в этом смысле, могли бы сказать, что вот этот, например, кусочек его, он явно является кусочком философским. Здесь нет никакой апологии религии. Он просто говорит о том, что есть четыре аспекта в исследовании истинной сути вещей. Что это за четыре аспекта? Это, во-первых, существование вещи. То есть, вопрос, нужно ответить, существует она или не существует она. А объект познания – это как раз то, что существует. Если, значит, она существует, то мы тогда можем ею дальше заниматься этой вещью. Если нет, то тогда нет. Во-вторых, сущность этой вещи. Вы видите, сущность и существование – это, собственно говоря, два философских понятия греческих, которые сейчас в данном случае, видите, они звучат на арабском языке. И что это такое? Это то, чем она является по своей природе и сути. Субстанция она или акциденция она. И далее, чем именно она является из этого. Чем из акциденции или чем из субстанции. В-третьих, это качество вещи. То есть, какая это вещь. И нам нужно знание этого, чтобы отличить ее от других вещей. То есть, какие-то ее характеристики. И в-четвертых, это обоснование вещи. То есть, почему она такова и почему она стала такой. Вопрос, зачем она нужна, в каком смысле. Когда он говорит, зачем посажено это дерево. Если мы вернемся к этому самому дереву, вот человек идет, он не знает, что это такое. А, дерево. Понятно. То есть, он задает вопрос, что же это такое, что я вижу в донике. Дерево. А потом, что это, какое это дерево. А, лотосовое дерево. А дальше он спрашивает, а зачем, собственно говоря, это дерево здесь посажено. Затем, чтобы прохожий мог укрыться в его тени. То есть, цель, да, это в каком-то смысле, цель этой вещи, он тоже выясняет. Ну, и если мы вспомним Аристотеля, предположим, да, то можно сравнить это с его отрывком, соответствующим отрывком из второй аналитики. Это как раз логический корпус Аристотеля, где он говорит, что искомого четыре вида. Что, почему, есть ли, и что есть, собственно. Ну, и вы видите, что порядок вопросов у Аристотеля и Макамиса, он отличный, поэтому понятно, что Макамис пользовался неаристотелевской классификацией, на те вопросы, которые мы задаем по отношению к изучаемой или исследуемой вещи. А этот порядок, если мы поищем соответствующие источники, то он как раз совпадает с версией Алькинги, про которого я уже говорил, упоминал, по крайней мере, его, и который, собственно говоря, во многом повлиял на Ицхака Исраэля, или можно даже сказать, что какими-то кусками Исраэль просто переписывает Алькинди или перефразирует его. То есть Алькинди является на тот период, видите, он умер в 870 году, он является в каком смысле одним из таких видных, что ли, авторов, натурфилософов, который частично связан со школой «Аристотелик», но он еще не в полном смысле слова «Аристотелик», и у него как раз вот тот порядок, точно такой же порядок, который приводит Альмокамис, то есть есть ли что-то, что это, каково оно и почему оно. Это то, что мы видим в Алькинде. Вот эти элементы, элементы, которые являются чисто философскими, то есть связанными с исследованием мира. Мы встречаем в произведениях представителей Калама, как арабского, так и еврейского Калама, но они нужны в конечном счете, они нужны, оказываются необходимы для того, чтобы обосновать те или иные положения религии. И поэтому даже если мы обнаруживаем вот эти философские элементы в произведениях теологов, то мы должны как бы понять, для чего они используют это. Используют это они для того, чтобы мир исследовать и как следует его понять, или же они это делают для того, чтобы обосновать те или иные положения религии. Ну и вот в качестве примера это фрагмент уже из другой главы, из второй главы, где он как раз рассматривает, что такое знание, как он применяет вот эту четырехчасную, так сказать, четырехаспектную, точнее, четырехаспектное исследование в отношении, предположим, знания. Он говорит так, вот мы перечислили аспекты, с помощью которых следует исследовать все познаваемое, а именно существование вещи, которые следуют, сущность, качество, обоснование, обоснование это почему оно и зачем оно. И привели определение и подразделение каждого из них. Обратимся к другому предмету исследования. Мы говорим, теперь надо установить, существует ли знание или нет. И если существует, что оно такое, каково оно и зачем оно. То есть, он применяет теперь, это очень любопытная вещь, да, потому что, в принципе, ведь он изначально говорит по исследованию, да, исследованию каких-то вещей. Исследуем мы какие-то вещи с помощью чего? Что является нашим инструментом? Нашим инструментом является, ну, собственно, разум, да, знание, по сути дела. Да, теперь он говорит, что само знание я могу исследовать таким же образом. То есть, я беру знание как объект в определенное исследование, тогда я задаю по отношению к нему те же самые вопросы, которые я задавал по отношению к любой другой вещи. То есть, получается, нужно ответить на четыре вопроса. Существует знание или нет? Во-вторых, если его существование подтверждено, то надо понять, что же оно такое, в чем его сущность. А в-третьих, каково оно, то есть, какая это вещь, да, вот эта каковость, да, в данном, в примере его, это дерево лотосовое, да, здесь со знанием отдельный вопрос, как он будет определять, что значит, какая это вещь. А в-четвертых, зачем оно, то есть, зачем вообще нужно знание? Ну, мы сейчас не будем читать соответствующие, как бы, выкладки его. Я хочу лишь продемонстрировать то, каким образом, то есть, сам способ рассуждения, вот этот способ рассуждения, который мы сейчас увидим, он очень характерен для представителей Каламы. Начнем с вопроса, существует знание или нет? и скажем, что некоторые люди утверждали, что знания нет, ведь приводится альтернативная точка зрения, по сути дела, по вопросу, существует знание или не существует, у нас есть два ответа, да, существует и нет. Вот он начинает с того, что, с того утверждения, с того мнения, которое утверждает, что знание не существует и будет его опровергать. Это утверждение, они подкрепляли слабыми аргументами, которые нет нужды приводить. Вообще, так говоря, обычно представители Калама, да, приводят эти аргументы, их подробно опровергают, а Микамец здесь поленился и не приводит. Почему? Так как другим, помимо нас, уже подробно их изложили. Действительно, мы можем найти у других авторов подробное изложение аргументов, которые приводят тех, кто говорит, что знания нет. Мы же упомянем один из аргументов против них, утверждающий и доподлинно устанавливающий наличие знания. То есть, он решил сразу привести аргументацию, которая опровергает всех и вся, всех отвергающих, не стал отдельно рассматривать каждый из аргументов, как это делают представители Калама, сразу влепил, значит, аргумент за существование знания. И вот этот аргумент. Так, мы спрашиваем того, кто отрицает знания. Ты по знанию утверждаешь, что нет знания или по невежеству? Если он ответит по знанию, то он тем самым признает наличие знания, которое он прежде отрицал. Если же скажет он по невежеству, то никто не обязан принять его мнение, так и с его стороны оно основано на невежестве. Если же он скажет я не знаю, говорю ли я знания, нет по знанию или по невежеству, тогда он признается в невежестве относительно темы беседы, а доказательства, основанные на невежестве, это несостоятельное доказательство. Эта аргументация позволяет установить и утвердить наличие знаний. Вот такого рода рассуждения, они являются типичными рассуждениями, которые в греческой культуре, философской традиции назывались софистическими, риторическими, диалектическими. То есть есть три разных вида аргументации, так сказать. И вот эта аргументация, которая собственно говоря своеобразным приемом оригинальным опровергает как бы всех своих оппонентов, не перечисляя их аргументов. И такого рода аргументация, в данном случае я ее привел не для того, чтобы мы узнали, что он думает о том, наличие знаний или нет, а именно для того, чтобы мы увидели сам стиль или способ говорения, коль скоро мы говорим про калам, который используется вот этими самыми представителями калам. Ну хорошо, теперь мы перейдем к Саади Гаону и из его произведения мы почитаем какое-то количество текстов. Не знаю, сегодня, может быть, начнем читать или сегодня уже не будем читать, а будем читать в следующий раз его книгу «Верование и мнение». Но для начала я хочу обратить внимание на содержание этого трактата. То есть по сути дела это первая официальная которая должна быть общепринятой теологическая работа еврейской культуры. Иц, как Исраиль, не считается, потому что он врач-маргинал, который там себе переписывал натурфилософские какие-то сведения. Даут Аль-Мукамис тоже не считается, потому что он что переходил в христианство то обратно критиковал и так далее. этот трактат собственно неизвестно, имел он какое-то хождение, не имел какое-то хождение, даже если имел, то непонятно почему его необходимо читать. А вот Сааде Гаон, поскольку он Гаон, поскольку он лидер поколения, поскольку он авторитет, основной религиозный авторитет того времени, то его книга «Верование и мнение» она является базовой. И это собственно говоря первая теологическая книга, которая можно так сказать устанавливается на полку еврейского книжного шкафа. Если там до этого стояли Талмуд, комментарии к Талмуду, попытки кодификации закона, вопросы и ответы, которые Гаоны писали, на соответствующие вопросы и такого рода литература называется «Литература и респонсов», то есть вопросов и ответов. И вот на книжную полку еврейскую устанавливается еще одна книга, которая является теологической, называется «На книга верования и мнения». Написана она, напомню, пока я не буду этого отмечать в дальнейшем, по умолчанию все, что пишется, пишется на иудеоарабском языке, то есть на арабском языке и гритскими буковками. Введение к этой книге, введение мы обязательно прочитаем, по сути дела, где формулируется вот этот самый рационалистический метод познания, характерный для Калама, в этом введении, как мы увидим, Саадия, по сути дела, говорит о приматии разума или, по крайней мере, непротиворечивости разума и откровения и показывает, каким же образом должно вестись исследование. Вот то, что, например, в Аль-Мукамисе мы видим, где есть влияние, опосредованное влияние Аристотеля через александрийских, возможно, комментаторов, который дошел до арабских авторов в определенном виде, мы видим отголоски аристотелевского метода у Аль-Мукамиса. У Саадия Гавана мы видим уже, так сказать, переработанный Каламом способ познания, который в этом введении отражен. То есть, это введение является, как мы бы сегодня сказали, на философском языке, эпистемологией или гносиологией, то есть, теорией познаний. Вот она излагается в обведении. Дальше главы, ну, в данном случае перевод такой, что это трактаты, да, то есть, можно, конечно, перевести как трактаты, на иврит это переводится как Маамар, можно было бы перевести это и как глава первая. Вы видите, что само это произведение состоит из десяти глав или из десяти трактатов. и вот первый посвящен тому, что мир со всем, что в нем сотворен, проблема креационизма, о которой я говорил, которая, да, волновала исламских мыслителей, являлась важной для них, она волновала, конечно, и христианских мыслителей тоже, она ставится во главу угла сзади, то есть, с нее он начинает, начинает он с нее, потому что из этого, именно из этого положения, из положения относительно того, что мир сотворен, он выводит как бы логически все остальное. И так делают не все представители Калама, да, то есть, вот, в Саиде это именно так. У некоторых представителей Калама похожим образом, но не у все, как я уже говорил, вот это каждая из проблем она решалась возможным представителями одних и тех же направлений по-разному. Давайте вспомним, что говорил по этому поводу Аль-Хаят, да, вы видите, что здесь проблемы креационизма нет, да, то есть, Амутазелитом называется тот, кто говорит, что Бог один, Бог справедлив, Бог обещает угрозу и, то есть, обещает награду и угрожает наказанием, и велит делать добро, запрещает делать зло, и есть еще промежуточное состояние, которое возможно в основные принципы Усаади входить не будет. А если мы вспомним основные философско-теологические проблемы Калана, то здесь как раз креационизм есть. Есть еще и атомарная структура, вот атомарная структура, а именно то, что все состоит из атомов, эти атомы в каждый момент времени, который тоже является атомом времени, по сути дела, творятся как бы заново, вот этой теории Усаади Гаона как раз нет, несмотря на то, что он вроде бы исследует во многом, как мы видим, Мутазелитскому Каламу, вот этой проблемы, проблемы, точнее, этой теории, атомистической теории, у него нет, он ее не воспроизводит. А вот если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что вторая глава о том, что Творец да прибудет он величие, един, третья глава о том, что Всевышний дал повеление и запреты, четвертая, о повиновении и ослушании, пятый, о добрых и дурных делах и десятый, о том, что потребны человеку в его поведении в земной обители, это, собственно говоря, как мы видим, воспроизведение, по сути дела, вот этих справедливости божественной, обещания, награды, угрозы наказания, повеление одобряемого, запрещение осуждаемого, это все находится воплощение вот в этих главах на усаде Гаума. Немножко в каком-то смысле особняком стоят главы с шестой по девятую, где он говорит о посмертном существовании души, о воскрешении мертвых, о спасении именно народа Израиля и о награде и наказании в мире, в мире вечном. Нельзя сказать, что эти темы не интересовали представители Калама, они их тоже интересовали, конечно, когда речь шла о спасении, то речь шла не о спасении народа Израиля, а о спасении правоверных, то есть спасении верующих, о награде и наказании в мире ином, там тоже шла речь, мы видели, собственно говоря, Аш-Шахристане об этом говорил, но эти темы они не являются основными положениями Тазелитского Калама, хотя они и рассматриваются. Можно сказать, что именно в этих главах с шестой по девятую мы можем видеть, так сказать, еврейский акцент Тазелитского Калама, то, что Саадия видоизменяет в аргументации представителей Калама и переделывает это на еврейский лад. А то, что покрашено в красный цвет, это то, что более или менее соответствует тому, что говорят представители Калама. Ну, десятая глава, она тоже, конечно, объевреена, так сказать, или объевдеена, что потребны человеку в его поведении в земной обители, но сам принцип того, что человек должен совершать то, что указывает ему Бог, то есть добро, и избегать зла, в этом смысле Саадия, конечно, как бы не противоречит тому, что говорят представители Калам. Ну, и еще один момент, который, собственно говоря, превращает эту книгу в книгу еврейскую, в отличие от Мукамиса или Исраэля, это то, что Саадия пишет в конце своего предисловия, или в конце своего видения, он говорит, что в каждом трактателе, в каждой главе я начну с того, чему научил нас Господь наш и того умопостигаемого, что подтверждает это. Тому, с чего научил нас Господь, это что? Это Писание, то есть он будет приводить некие фрагменты Писания, а затем будет говорить об умопостигаемом, которое это подтверждает. То есть разум не противоречит откровению, разум подтверждает откровение, и в принципе с помощью разума можно было бы получить все те же самые ответы, но они даны уже в Торе, то есть эти ответы на то, что разум открывает и доказывает, в принципе находятся уже в Торе, в Торе в широком смысле. Затем я перейду к изложению взглядов тех, кто не согласен с нами и о ком до меня дошли сведения. Я буду излагать как аргументацию сторонников данного учения, так и доводы против него, а завершу это пророческими свидетельствами, касающимися темы данного трактата. Вы видите, что и здесь вот этот метод Калама, именно приведение аргументов, есть какая-то тема, есть какое-то, какое-то, некое положение, это некое положение будет, по поводу этого положения будут приводиться разные точки зрения, будет приводиться аргументация и, возможно, опровержение, доводы против этого. Дальше, после того, как все аргументы будут опровергнуты и будет выведено некое истинное с точки зрения сайте положения, он подтвердит это пророческими свидетельствами. В каком смысле он будет начинать с Писания и как бы заканчивать Писанием по дороге, говоря о том, что умопостигаемое это подтверждает, то есть исследование разума подтверждает то, что излагается в Тори. И, ну, дальше он говорит, я прошу Господа облегчить путнее тем, кто будет участвовать книгу и позволить мне осуществлять мои чаяния и так далее, и так далее. Это понятно. Вот, собственно говоря, подход Саади и его метод, который является методом, собственно говоря, Калама, то есть он пользуется тем же самым методом и таким образом он создает вот эту первую теологическую книгу иудаизма, который, по сути дела, за, если мы сделаем оговорку, что, например, атомистическая теория сюда не включается, вопрос о предвечности или сотворенности Корана, естественно, его не интересует. Можно было бы сказать, что он должен был говорить о предвечности или сотворенности Тора или Писания, в принципе, но он этот вопрос не поднимает. То есть некоторые вопросы, которые характерны для представителей Мутазелитского Калама, Саадия не включает в это свое произведение, но во многом оно выдержано в духе Мутазелитского Калама и становится основой средневековой еврейской теологии до собственно говоря в каком-то смысле до Маймонида до тех произведений, которые напишут этот наверное самый важный средневековый автор еврейской культуры и который будет забегая вперед скажу спорить с Саадией Галом. Здесь я остановлюсь на минуту у нас еще собственно есть время мы можем начать чтение вот этого трактата Саадии если у вас есть какие-то вопросы замечания то сейчас самое время их озвучить прежде чем мы перейдем к чтению самого трактата Саадии нет вопросов нет можно включить микрофоны и задать вопрос есть таковы имеются да можно есть вопрос не знаю ли он своевременен вот как принимается вы говорите что на полке появилась книга если традицию с помощью с помощью разума мы можем прийти ко всем тем положениям которые собственно говоря нам указывает Тор но этот путь очень длинен и не и не всякий способен так вот серьезно занимаясь приходить к этим самым выводам поэтому Тора является в определенном смысле благом которое нам заранее говорит что вот нужно поступать так-то и так-то это не снимает с нас говорит саде религиозного долга пройти весь путь доказать в каком смысле с помощью разума что это действительно правильно и тем самым на его книге называется книга верования и мнений она в каком смысле именно это и отражает то есть когда я не просто принимаю на веру что-то и делаю а еще и подтверждаю это с помощью разума то тогда наконец у меня все в порядке он говорит а есть женщины есть дети есть люди которые работают им некогда и так далее а что же они тогда будут в каком смысле оставаться без правильных действий без правильных указаний вот в этом собственно говоря необходимость Тора этот ответ конечно по идее если бы существовала внутри еврейского мира полемика если бы Саадия не был галоном по своей должности и статусу могла бы вызвать бурные возражения что происходило в исламской культуре в исламской культуре что происходило когда вот такой ответ давали мутазелиты то в ответ значит ортодоксальные так сказать мусульмане говорили вы что с ума что ли сошли получается что откровение вторично в таком смысле что откровение ниже разума что разум вообще-то говоря является главенствующим инструментом это могло бы и в еврейской культуре произойти вот такой вопрос мог бы быть задан и могла бы возникнуть полемика и так далее но она не возникла почему она не возникла скорее из политических каких-то по политическим причинам ну Сааде он говорит Сааде же не говорит я взял и значит каламовскую теологию переписал для евреев он этого не говорит он говорит что это изначально наши мудрецы Талмуда так считали и так далее он приводит писание недаром он приводит стихи писания он приводит цитаты из Талмуда и так далее и создается ощущение может создаться ощущение того кто не читал предположим произведение калама что это чисто еврейское произведение, которое базируется на традиции. Мы просто видим, что это не так, но другой человек мог бы этого и не видеть. Взять Танах. Там написано, я говорю, в конце концов он жив в такое время, когда Танах уже был полностью, то есть и пророки. Танах уже был, Талмуд уже был. Ну вот, и там написано мои мысли, не ваши мысли, я на небе, вы на земле. Понимаете? То есть, или, допустим, Каэлит, если взять, то там тоже, что человек не может разумом дойти до того, как... Ну, Саади объяснит это, нет проблем Саади с этим. Объяснит он, как нужно это понимать. Это не проблема. Ну, хорошо, тогда бы... Для него это не проблема. Ну, мы увидим, что... Для действия осталась проблема, а для него нет. Хорошо. Да, для него нет, и, собственно, и возражений никаких его произведений не получает. Давайте начнем, да, начнем читать его книгу «Верование и мнение». Начнем с предисловия. То есть, введение вот этого, да, которое, как я уже сказал, является, собственно, ничем иным, как своеобразная теория и познание. Ну, он начинает с благословения. Благословим Господь, выступающий как ясная истина, непреложная истина, удостоверяющая для наделенных речью существований душ, благодаря которым они правильно усваиваются с понимаемыми их чувствами и верно осознают познаваемое. Уже в самом начале он говорит, по сути дела, мы уже здесь видим вот этот элемент эпистемологии. Он связан с эпистемологией Калама. То есть, наши чувства нас не обманывают. На основе того, что мы получаем с помощью чувственных данных, можно судить о том, как устроен мир. Но, помимо этого, необходимо на познаваемое чувствами необходимо надстройка. Надстройка – это некие умопостигаемые истины, которые можно назвать аксиомами. А дальше правила введения из этих аксиом истинных положений. Вот, собственно говоря, те, кто наделен речью, те, у кого есть душа, Бог наделил их речью и душой, они должны пуститься вот в этот путь познания, который лежит через восприятие чувствами, а дальше через соответствующие правила постижения. И в результате их покидают заблуждения, и вместе с ними уходят сомнения, аргументы становятся очевидными, а доказательства – бесспорными. Вот, собственно говоря, прямо в первом абзаце он говорит о том, что он собирается сделать. Но сам по себе вот этот посыл, посыл того, что с помощью познания можно все прояснить. Что прояснить? Прояснить то, что сказано в том числе в Откровении. То есть прояснить в том числе истину не о мире, а истину Откровения, то есть истину о Боге, о его, так сказать, приказаниях, о его запретах и так далее. Все это можно познать. И познать так, что это будет представляться бесспорно. И теперь след за вступлением, которое, как я уже сказал, это квинтэссенция, собственно говоря, самой точки зрения Мотазелитского Калама, в данном случае Сааде, говорит, что это его точка зрения, но и представители Мотазелитского Калама задолго до Сааде говорили примерно то же самое. И теперь след за вступлением, содержащим немногословное восхваление и превознесение Господа нашего, я начинаю введение в эту книгу, сочинить которая была моей целью, и с изложения причины, по которой люди, ищущие истину, могут впасть в заблуждение, а также способы, которым можно их устранить, чтобы прийти к искомой цели. То есть эта книга сочинена для людей, ищущих истину, им будет объяснено, почему они могут впасть в заблуждение, а также будет объяснен способ, с помощью которого можно эти заблуждения устранить. Я покажу, как отдельные заблуждения настолько овладевают некоторыми людьми, что те в своих фантазиях, в своем воображении полагают их истинами. Бога я призываю в помощь, чтобы Он избрал меня от заблуждения, я мог бы достичь полноты повиновения Ему. Тоже просил у Него и праведник, когда говорил, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. То есть Давид. Видите, уже с самого начала мы видим, что эта книга уже в первых строках, мы понимаем, что это все-таки еврейская книга, в отличие от произведения Исраэля или Мукамеса, где ничего такого нет. Здесь у нас уже появляются псалмы, появляется Давид. Я собираюсь изложить это, как и все содержание книги, словами доступными, а не темными, речами простыми, а не запутанными, приводя в качестве доводов и доказательств лишь начало, а не ответвление их. Тогда книгу будет легко усвоить, просто запомнить и несложно выучить. Книги когда-то учили, как вы знаете. Тогда, обратившись к ней, можно будет достичь справедливости и истины. Как сказал праведник, опять же, видите, еще приводится соответствующая цитата, что Саадя, собственно, не один. Это, собственно, еще и Давид говорил, Соломан говорил. Итак, сначала о причине возникновения заблуждений у людей. Вы видите, да, очень действительно строгое изложение. Вот этот вот фрагментик мы давайте с вами запомним, а именно вот эти слова доступные, не темные, речи простые, не запутанные. Этот посыл очень важен для Саади, и мы увидим, что некоторые авторы, опять же, забегая вперед, скажу о Маймониде, как раз будет говорить словами не очень доступными, речами темными. И мы будем, попробуем сравнить то, что говорит Маймонид вот с этим зачином, зачином Саади. И начинает он о причинах заблуждения у людей. Я утверждаю, что он опостигаемый опокоится своими основаниями на воспринимаемом чувствах. Это, собственно, он уже сказал в первом абзаце, как мы видели. А заблуждение относительно вещей, постигаемых чувствами, происходит по одной из двух причин. Либо потому, что исследующий видит исследуемый объект недостаточно отчетливо, либо потому, что он дает себе поблажку, и ему недостает вдумчивости и настойчивости в исследовании этого предмета. То есть, вот у меня есть нечто, что сначала постигается чувствами. И я либо, ведь меня чувства обманывают, я недостаточно отчетливо различаю этот объект, чтобы это не значило, какое бы чувство здесь не имелось в виду, обоняние или тактильные чувства. Либо потому, что я как бы не всматриваюсь в него, не внюхиваюсь в него, не ощупываю его как следует. Например, если бы некто разыскивал Рувима, сына Якова, Рувена, Рувима, то он мог бы впасть в заблуждение относительно него по одной из двух причин. Либо потому, что он недостаточно хорошо знает его, ибо никогда не видел его вблизи, и оттого не может признать. Или потому, что принял другого за Рувима, так как пошел по самому легкому пути, не захотел даже всмотреться. То есть, либо он вообще не знает, кто такой Рувима, как-то его ищет почему-то. Либо он увидел человека похожего, тоже брюнету, и говорит, да, вот это и есть Рувим. Дав себе поблажь, он склонен потратить на поиски как можно меньше силы ума, и оттого не может его распознать. Аналогичное заблуждение относительно вещей умопостигаемых возникает по одной из двух причин. То есть, это были заблуждения, связанные с постижением чувствами. В данном случае он использует чувство зрения. То есть, человек не всматривается Рувима, он либо не знает Рувима, либо принимает кого-то другого за него, потому что не всмотрелся как следует. Аналогичное заблуждение относительно умопостигаемых вещей тоже по одной из двух причин. Либо потому, что ищущий умопостигаемого знания не сведущ в методах доказательства. Так что серьезный довод он принимает за несостоятельный. И напротив, объявляет аргументом то, что им не является. Либо потому, что он, хотя и знает методы рассуждения, дает себе поблажку и выбирает самое легкое, делая окончательный вывод относительно умопостигаемого предмета прежде, чем он завершит процедуру строгого рассмотрения. Есть аналогия, аналогия, собственно говоря, греческая, между зрением и умозрением. Есть зрение как чувственное постижение, есть умозрение как умопостигаемый процесс. И ошибки, как он говорит, они, собственно говоря, аналогичны. Либо это непонимание самого предмета, неразличение самого предмета, либо халатность, которую человек проявляет либо при чувственном восприятии, либо при процедурах умозрения или умопостижения. А если обе эти черты соединяются в одном человеке, то уж тогда тем более. Я имею в виду, что он ни искусственное рассуждение не знает, ни терпением не обладает, чтобы полностью воспользовался даже теми приемами, которыми овладел. И как же далек он от своей цели, и нечего ему и надеяться. И опять Сааде приводит цитаты, конечно. Праведник сказал о первом из вышеупомянутых. Мы сейчас не будем вдаваться в эти цитаты, хотя само по себе это тоже довольно интересная проблема. И об этом, может быть, чуть позже я скажу. То есть не проблема, а тема. То есть тема использования Сааде цитат из Писания. Потому что Сааде, кроме всего прочего, является еще и родоначальником библейской экзегезы, то есть комментаторской традиции средневековой, которая радикально отличается от талмудической. Хотя сам Сааде говорит, что нет. Сам Сааде говорит, что он продолжает. Но его интерпретация Писания, об этом я уже, наверное, в следующий раз подробнее скажу, она тоже основана на рационалистических методах. Поэтому, когда Сааде в своем трактате использует стихи Писания, то в принципе человек, который занимается методами интерпретации текста саадевским для вот этого и такого исследования, эти его цитаты в этом трактате, они тоже являются довольно интересным и важным материалом. Но мы, поскольку занимаемся не этим, в данном случае я позволю себе данным, и, может быть, и дальше часто, мы будем пропускать, собственно говоря, вот это приведение цитат, которые должны подтвердить некий тезис. Это, на первый взгляд, это похоже на то, что делают мудрецы Талмуда, когда говорят «к моши котов» или «маши наймар». А с другой стороны, это совершенно не похоже. Так же, как и, собственно, весь подход в комплексе, подход Саади к Писанию, который он развивает, он совершенно не похож на то, что мы имеем в Талмуде. А его подход к Писанию тоже, еще раз подчеркну, он связан в том числе и, и он тоже связан с подходом к Корану авторов, с одной стороны, представителей мутезелитского калама, с другой стороны, караимов, которые, собственно говоря, перенимают эти самые методы, методы мутезелитского калама. А Саадига, он представляет их, в том числе и в этом трактате. И мы как раз фрагмент из этого трактата, посвященный интерпретации Писания, тоже прочитаем с вами. Саадиг, конечно, это представляет как некую аутентичную еврейскую традицию. Ну, а если к этим двум чертам, я читаю дальше, добавится третье, а именно, что ищущий еще и не знает, чего он ищет, то для такого человека цель будет еще дальше и еще не достижим. Даже если случится так, что он наткнется на истину, но он ее не заметит. И похож он на человека, который не сведущ ни в искусстве взвешивания, ни в устройстве весов, ни в разновесах, и не знает даже, сколько дирхемов ему почитается на должника. Даже если это драхмами, даже если его должник вернет весь долг сполна, он не будет уверен, что тот все утвотил. Взяв же с него меньше, чем прочитается, он будет думать, что обсчитал его. Кредитору, требующему долг за должника, подобен также и тот, кто хочет взвесить что-то для себя, но не сведущ ни в инструментах для взвешивания, ни во взвешиваемых качествах. Его можно сравнить и с человеком, который получает деньги, и за себя, и за кого-то другого, и сам проверяет монеты, хотя искусством минялы не знает. В результате он часто фальшивые монеты принимает за настоящие, настоящие отвергает, и нечто подобное происходит также в том случае, если он владеет искусством минялы, но не сосредоточен на том, что делает. На сайте, вы видите, множат образы и сравнения. Эти сравнения являются очень частым приемом в произведении Саади, и это тоже в каком-то смысле является некоторой характерной чертой произведения Калама, как я уже говорил, аналогия. Иногда просто само слово «калам» понимается как логика аналогии, что ли, в исламской мысли. И Саади тоже пользуются этим, как вы видите, довольно часто и подробно. Ну и он говорит, что это как бы не мой пример. Писание его подавляет. Разбор правильности речей, отбор настоящих монет. Когда говорит «отборное серебро» – язык праведного, а сердце нечестивых – ничтожество. Опять книга-притч. «И те, кто плохо знают искусство отбора или недостаточно терпеливы, оказываются злодеями, ибо попирают истину». Здесь надо уточнить эту фразу. Мы обратимся в следующий раз к источнику, посмотрим, действительно злодеями или нет. Они оказываются злодеями, если попирают истину. То есть является ли неразличение истины злодейством? Ведь, по сути дела, никакого поступка еще человек не совершил. Он просто, предположим, не различает истину. Но Саади здесь говорит именно так, или, по крайней мере, этот перевод говорит именно это. И мы в следующий раз проверим, действительно ли там злодей или какое-то другое слово. Ну и, собственно говоря, этот абзац, он заканчивает вот этими примерами. А дальше говорит следующее, я читаю теперь вот здесь. Высказаться же по этому вопросу я решил, когда увидел, как обстоит дело с верованиями и мнениями. Вот, собственно говоря, это название этого трактата. Многих людей. То есть, по сути дела, верования и мнения у многих людей, как нам показал до этого Саади, являются тем, что формируется благодаря заблуждению. Поэтому, снимая эти заблуждения, можно выправить верование и мнение. И вот этот дальнейший фрагмент, он достаточно важен, как раз для того, чтобы понимать и задачу трактата, и, собственно говоря, его название. Мы, наверное, сегодня не будем его начинать. Он, видите, такой довольно обширный. Мы к нему перейдем в следующий раз и попробуем его подробно прояснить. Ну, на этом я на сегодня свой спич закончил. Опять же, если есть какие-то вопросы, задайте. Если нет вопросов, то будем продолжим в следующий четверг. Господа и дамы, есть вопросы? Будро спросил он. Большое спасибо. Вроде бы нет. Это пожелание. Окей. Слава вам. Ну, хорошо. Хорошо. До следующего четверга. Да, в следующий раз следите за нашими объявлениями. Значит, наша общая политика, она известна на обоих курсах, которые проводят УРИ. А именно для незарегистрированных есть страницы записей, есть эпизоды всех прошедших занятий. А для тех, кто зарегистрирован, соответственно, я сразу же присылаюсь, постараюсь ночью или на следующий день присылайте полную запись. О правилах регистрации, пожалуйста, смотрите. В чате есть ссылка. Окей, беседа. Ну, хорошо. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok